Друзья, всем маткульт привет! Сейчас я буду рассказывать про Олимпиаду РУДН, точнее я буду слушать про нее. Маткульт привет! Рассказывать будут наши коллеги математики в РУДН, они провели открытую Олимпиаду. И, значит, задание этой Олимпиады, когда я поглядел, я сказал, ну мне двойка, я ничего не могу решить, я не знаю, кто там что-то решает вообще на ней. Вот, то есть я даже, как сказать, при большинстве задач, я когда их видел условия, я даже не понимал, ну в какую сторону мне надо начинать думать. Вот, поэтому сейчас будет в стиле, вот в таком же стиле, как Мишка проводит со мной, мой старший сын, проводит занятия, дает мне задания, я их ни хрена не решаю, он их разбирает. Примерно в таком же стиле будет и сейчас. Будем разбирать задачи Олимпиады РУДН, но до этого, значит, нам про нее будет небольшой рассказ. Сейчас вот моя собеседница представится и расскажет. Но все-таки некоторые задачи я буду решать с листа, мне обещали, что они не очень сложные, и я якобы не опозорюсь. Но если я опозорюсь, я это делал на свой канале неоднократно, поэтому ничего страшного в этом не будет. То есть я буду задачи, как это, конкурса капитанов, да, решать из Манхоя. И ребята говорят, что они простые. Ну поглядим, поглядим. Ну что, расскажите, как вас зовут, кто вы, кто я, да, как фантомасия просто, кто я и все. Ну кто я, да, кто я. И что за Олимпиады? Опушкинская Дарья Евгеньевна, профессор математического института РУДН и руководитель Олимпиадного кружка. Очень скромный человек. Только что я узнал, что первый лектор, как называется, лучший лектор РУДН этого года, да. Но вот я все ждал, скажет, не скажет. Если бы я был лучший, я обязательно бы сказал, потому что я хам. Ну хорошо, лучший лектор РУДН. Так, ну что? Так, ну в этом году мы, ну вернее, как сказать, если совсем хронологически двигаться, то мы начали заниматься Олимпиадами в 21 году, в эпоху развитого ковида, когда все слегка, зверев, лезли на стенки, значит, было принято решение, давайте мы займем студентов Олимпиадами. И мы стали в них участвовать. Первая пробная попытка загнать народ Земли в стойло была, да, это мы знаем. Вот, значит, ну вот мы сначала участвовали, сначала мы участвовали онлайн, в прошлом году, вот в 23-м мы впервые начали участвовать очно, и одновременно у руководства университета возникла идея, давайте мы проведем свою Олимпиаду. Мы дико испугались, лично я дико испугалась, но провели. Значит, ну как сказать, по-моему, получилось неплохо. У нас было 200 очных участников и 160 участников онлайн из 11 стран. А очные все были наши или кто-то прям доехал физически из других стран? Доехали, доехали. А из Казахстана? Туркмения приехала, причем таким массированным десантом 25 участников. У нас вот в Адыгейском госуниверситете, где мое главное место работы, там чуть не основной контингент, это туркменские студенты. Интересно, конечно. Нет, но они давно участвуют. Они начали участвовать в Олимпиадах раньше нас, мы пересекались. Мы в апреле съездили в Ашхабад на Олимпиаду. Математический факультет там, да, там все такое? Да, но проводят, что интересно, проводил не туркменский университет, Макденгулы, а проводил такой небольшой университет, International University of Humanities and Development. Что-то запахно звучащее. Да, ну там все преподается на английском, но один из преподавателей, он фанатик Олимпиадного дела. Ага, понял. Ну мы сами съездили в Ашхабад, были первой такой студенческой делегацией. Я не был в Ашхабаде никогда. Рекомендую, красивый очень город, ребята подтвердят, кто ездит. Вот, ну и когда мы стали делать эту Олимпиаду, была идея, давайте мы сделаем так, чтобы она отличалась. Олимпиад много, вот чем будет отличаться именно наша Олимпиада? Чем, да, вот есть по Волшине, например, Олимпиада имени Лобачевского, в которой я очень активно то задачку какую-нибудь подкину, то, значит, разберу на канал, ну там мои друзья делают, есть какие-то еще, да, чем ваша отличается? А наша отличается тем, что у нас есть матбой в качестве командного тура. А-а-а. Да, и непростой матбой. Это было фиксировано. По итогам индивидуального тура, значит, вот результаты членов команды суммировались, и выстраивался такой предварительный командный рейтинг. И дальше первые девять команд. Матбой, да? Играли полуфинал и финал. Значит, причем, заметьте, девять команд. Стандартный матбой – это команда на команду. Ну да. А у нас три команды играла. А как они друг друга это все рецензировали? А рецензировали, значит, у нас было три роли. Три роли? Три роли, да. Были докладчик, был оппонент и был наблюдатель. Третья команда. И, значит, они как бы менялись потом ролями, там, по определенной таблице турнирной. Сообразили на троих, да. Да, вот соображали на троих, причем наблюдатель, он должен был, значит, ну, оппонент команды, которые вызывали команду, значит, вот одна команда вызывает другую на определенную задачу, та команда либо представляет докладчика, либо делает проверку корректности. Так. А, значит, до того, как докладчик начнет рассказывать, наблюдатель имел право предоставить жюри письменное решение данной задачи. И потом, во время работы оппонента, наблюдатели могли на листе тоже заносить свои вопросы, и если это было полное, то он мог получить тоже баллы. Те же баллы, как и оппонент до максимума. А, а. Вот. И вот сыграли, играли, вот, значит, первый круг, это, значит, раздельные настройки. Ассоциации с убийцей. Ассоциации с убийцей. Знаете, ассоциации, да, парни, если нечетное число, то ставят убийцу, у него ровно одна, за закон ровно одна попытка. Да, 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 очень прикольно. И, значит, вот в полуфинале играло 9 команд, по одной команде выходило из каждой тройки в финал, и потом в финале игралась еще раз игра на трои. Вот. Но тут были, значит, небольшие детали. Что было еще характерной особенностью нашей Олимпиады, у нас был, благодаря нашим спонсорам, прекрасный призовой фонд. Победитель индивидуального тура получал 500 тысяч рублей. То есть победитель всей Олимпиады? Индивидуального тура, да. Дальше занявший второе место получал 300 тысяч рублей, если мне не изменяет память, и занявший третье место в индивидуальном туре 100 тысяч рублей. А кто победил? Из какого вуза? Из МГУ. Победили в индивидуальном. Мехмат? Мехмат. Второе место у ИСПБГУ. Мехмат стоит мат, да? Да, второе место было индивидуально тура УСПБГУ, и третье, питерский филиал высшей школы экономики. Это индивидуальный тура. Да, понятно. Да, но это еще не все. За победы, значит, вот в финале этого матбоя, победитель получал 400 тысяч рублей. Это была команда Санкт-Петербургского университета. Второе место получало 200 тысяч рублей. Это была команда МГУ. А в команде сколько человек? Четыре. Четыре. Четыре, значит, один из них капитан, который должен был биться за место под солнцем, решая эти самые задачи капитанов, которые мы приготовили. Решать, видимо, с этого и начнем, правильно? Да, да. Ну что, приступим? Приступим. Нет, подождите, еще у нас была одна фишечка. У нас много фишечек было. Так. А фишечка вот она касалась задачек именно. Значит, вот особенностью наших задач было то, что мы обязательно хотели включить задачи по геометрии. Да, потому что на Олимпиадах очень часто присутствуют матрицы, присутствует комбинаторика, ну, немножечко анализа. Материал первый и второй курс, да? Или вообще первый курс? Нет. Ну, как бы, как определялась, то есть... Нет, нет, нет. Ну, в принципе, материал включал также теорию вероятности, которую там проходила, то есть... Матан, линейка, тервер и там... И далее по списку, поэтому это... Да, да, да. Ну что, я в предвкушении, смогу ли я решить задачи капитанского конкурса. Идем? Идем. Смотрим? Мы начнем разбор Олимпиады РУДН. Поехали! Ну, первая задача, она такая простенькая, на разминочку. Значит, я обращаю внимание, что у нас здесь лежит всякое оборудование, которое может быть полезно при решении задач, в том числе и с капитанского конкурса. Окружность я уже даже нарисовал циркулем вот этим вот, отлично. Задачка такая, на плоскости, без системы координат, заданной гипербола. Да. Как используя только циркуль, имеющий бесконечные растворы, сохраняющие его, ну, будем считать, что-то делать. Даже ни одной мысли не пришло в голову, как это решать. Бесконечный раствор. И линейку без делений и с одной стороной бесконечной длины. Построить центр симметрии гиперболы, то есть точку, удовлетворяющую условию. Для каждой точки фигуры симметричная ей точка относительно данной также принадлежит фигуре. Ну, короче, пересечение этих самых асимпетов. Ну, да. Проще говоря. Да. Описать алгоритм построения... Этих асимпетов у нас нет, надо получить точку пересечения этих асимпетов. Да, вот ее надо получить. Да, совершенно это абсолютно. Описать алгоритм построения и обосновать его. Это очень, да, это очень красиво. Задача предложена Владимиром Александровичем Красновым из Российского университета дружбы. Очень хорошая задача, очень хорошая. Хорошая задача. Просто прекрасная. И совершенно непонятно, что делать. Прямо даже, как сказать, даже намек. Ну, конечно, когда у тебя есть циркуль или линейка, что ты начинаешь делать? Ну, хотите прямые проводить, наверное. Прямые проводить, там, скажем, я могу провести несколько прямых. Вот. И построить, что я... Вот я смогу построить касательную в этом направлении. Ну, поможет ли это мне, я не знаю. Но, в общем, это пока одна линейка, все. А это не очень интересно. Это одна линейка делается. Явно, что с привлечением циркуля делается что-то гораздо большее, да? Вот. Значит, за что тут зацепиться-то, да? За что зацепиться? А у гиперболы, у нее какое свойство? Разность, что ли, расстояний до какой-то точки? Сейчас. Так, у параболы свойства... У эллипса это понятно. Это, значит, сумма дофокусов, да? Да, у параболы постоянно... Да, что-то вот такое. Сейчас. Что-то вот так. Ну да, что-то такое постоянно. Вот эти вот всегда равны друг с другом. Это я помню. А вот у гипербола не помню. Разность, наверное, расстояние до каких-то двух точек. Модуль разности, да, двух фиксированных точек плоскости. Модуль разности, да, 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 да. То есть они тоже где-то здесь есть. Так что будет вот эта вот разница, да, будет одна и та же. Но поможет ли это нам? Интересный вопрос, поможет ли это нам? Что мы знаем эту разность, как мы можем это использовать? Перпендикулярно как-то, да? Вот она вся такая, да? Как бы угадать перпендикулярное направление, хорошо бы, да, на ней. Как это? Угадывайте. Угадать перпендикулярное. Если я окружность какую-то нарисую, что это мне даст? Даст ли это мне что-то? Нет, пока не понятно. Нет, нужна какая-то подсказка. Подсказка. Нужна подсказка. Непонятно, что делать. Ну, давайте для подсказки мы отыграем сначала, вообще вспомним, а что такое вообще... О, тут что-то нарисовано. Да, нет, но здесь нарисована так называемая гипербола каноническая, которая у нас в удобной системе координат построена. Да, очень удобно. То есть, тут и нарисовано, и все, что полагается. Ну, вот давайте вспомним вообще уравнение этой самой замечательной гиперболы как кривой второго порядка. Ну, да. Х квадрат минус у квадрат. Ну, если бы совсем честно, х квадрат разделить на а квадрат. С коэффициентиками, да. Минус у квадрат разделить на b квадрат равняется единице. Это каноническое уравнение гиперболы в специальным образом выбранной системе координат. Как мы ее выбирали? Да. Значит, напоминаю классику жанра. Мы зафиксировали две точки. Мы вот назовем их там F1 и F2. А, это как раз и есть фокусы, да? Это как раз и есть фокусы. А, то есть я их не там нарисовал? Да, вы их не туда. Они вот здесь на самом деле расположены, да? Дальше мы соединили эти, как мы выбирали с координат прямой, поделили пополам, пустили перпендикуляр и дальше, значит, все понятно, как получается. Ну, можно вот в качестве замечания для школьников, что если у нас A совпадает с B, то простым преобразованием, поворотом координатных осей, чтобы они попали на наши асимптоты, можно добиться приведения вот к такому виду. Ну, к стандартному школьному виду. Это если в случае, да, если A равняется B. Так, и чем же это нам помогает? А вот вы рисовали там… Пока ничего нового, да. Да, пока ничего нового. Ну, вот вы там рисовали прямые, да? Прямые. Значит, если я сейчас возьму ничку, злобно проведу какую-нибудь вот такую вот… Какую-то прямую, да. Какую-то прямую. Ага. И, значит, вот посмотрю точку пересечения здесь, точку пересечения здесь. А теперь я хочу поинтересоваться свойством середины. Передины, значит, этот отрезочек у нас называется кордой. Да. И вот меня очень интересует, а каким же замечательным свойством будет обладать точка, которая лежит посередине этой самой корды. Ну, давайте выпишем, в конце концов. Вот, пускай эта точка имеет… Это произвольная точка здесь и произвольная точка здесь, да. Значит, это имеет координаты x2 и x2. Эта красавица имеет координаты x1 и y1. Ну, а давайте это мы x со звездочкой и y со звездочкой. Значит, что мы знаем? Середина, да. Середина. Плюс y2 пополам. Это значит, что у нас x со звездочкой, а это у нас, соответственно, y со звездочкой. Нашли. Так, секундочку. Мы знаем, что это точки на нашей диперту. Значит, этому они удовлетворяют. Значит, они удовлетворяют x1 квадрат на а квадрат минус. y1 квадрат на b квадрат равно 1, а также x2 квадрат на а квадрат, да? Да, минус y2 квадрат на b квадрат, тоже равно 1. Ну, мы имеем эту систему, да, вот из этого вычитаем. Вычитаем, получается, x1 минус x2 на x1 плюс x2 делить на а квадрат равно y2 минус y1 на y2 плюс y1. 9 на b квадрат. А, так, хорошо. Получили. Получили что-то, да. Так, прекрасно. Что-то получили. Получили. Теперь давайте сделаем таким способом. Вот этот, что у нас? Ну, это удвоенный, этот самый. Прекрасно. 2x со звездочкой. А, это 2y со звездочкой, да. Это у нас 2y со звездочкой. Так. Так, ну что, уберем лишнее, да? Двойки. Ну, двойки, да. Да. Они нам здесь не нужны. И что мы тогда получаем? Значит, x1 минус 2 x со звездочкой разделить на а квадрат равняется y1 минус y2 y со звездочкой разделить на b квадрат. Так, и что же мы видим? И что же мы видим? Мы видим, что если мы вот эту вот величину обозначим за какое-то k, то у нас наша середина хорды лежит на прямой. Ну, а если разные прямые будут при разных точках. А мы возьмем их не совсем разные. Вы же рисовали параллельные прямые? То есть, понятно, что вот эта вот серединка, она аккуратненько попала на y со звездочкой равняется альфа x со звездочкой, где альфа это у нас вот то самое замечательное выражение. И получается y2 минус y1 делить на x2 минус x1. Да. Вот, и если у нас это будет один и тот же коэффициент, а он будет, если мы будем брать параллельный, то все серединки тихо... Да, но это еще не просто как баба какая прямая, это прямая, которая через... Ну, она понятно, да, куда? Через касательную проходит она здесь. Нет, она пойдет через начало координат. И через начало координат, да, пройдет? Конечно. Конечно, пройдет через начало координат. А, ну, тем самым я, то есть, тем самым я уже начало координат, ну, нащупал этой прямой, да? Да, тем самым вы его, нет, ну, как? Я его нащупал, а я... То есть вы его зацепили. Я его зацепил, ну, а следующий прямой я его, соответственно, усилю. Да, нет, ну, тут можно либо, да, либо провести, тут два варианта уже, либо вы другую... Простите, я... Так, нечего страшного. Вот, либо вы другой прямой это сделаете, либо можно сообразить, что... Второй вариант, второй вариант. Значит, где у нас тут касательная шлама? Тут много чего начеркали. Угу. Вот, ну, допустим, вот она идет. Вот у нас есть точка пересечения этой прямой касательной, и потом здесь тоже будет точка пересечения этой... То есть не прямой, а вот этого самого диаметра. Ну, да, первоначального. Ну, да, и эта точка будет лежать посерединке. Да, это будет лежать посерединке, да. Да. Значит, можно, да, вторую порцию прямых можно не рисовать. Тут на выбор, как хотите. Либо так, либо так. То есть две, либо одна. То есть рецепт провести, давайте теперь полное решение, да. Рецепт нужно провести пучок параллельных прямых. То есть первое действие даже как-то по наитию я сделал правильное. Ну, двух-то нам ходит. Да, да, в принципе, хватит и двух. Вот, и середины, вот в этом случае середины отрезков будут лежать не просто на какой-то прямой, а на прямой, проходящей обязательно через вот эту вот нашу точку, обязательно. Вот, и, соответственно, это видно из представления гиперболы в каноническом виде, а такую систему карина всегда можно выбрать. Вот, и, соответственно, можно, например, просто достичь до той гиперболы и поделить пополам, либо пустить еще один пучок прямых, и все будет решено. Нет, все будет решено. Нет, решено, кстати, немного народу полностью, так тем более. А проблема-то в том, что, вот, как я говорила, что геометрических задач как-то маловато бывает на Олимпиадах. Да. Особенно задачи на построение они вот вызвали. То есть мы красиво сказали, давайте проведем две параллельно эти самые, и давайте поделим пополам потом то, что требуется. Да. Значит, вопрос первый. А как... По-братски, по-христиански или поровну? Да. Лучше поровну? На этих анекдот, да? Да, 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 именно так. Значит, тут возникает вопрос, возникает вопрос. Так. Вот у меня есть прямая, потому что одну прямую промахнуть через нашу гиперболу несложно. И дальше я выбираю вторую точку где-то на ветве гиперболы. Ну. И хочу провести параллельную прямую. То есть с помощью линейки и циркуля мне нужно провести через заданную точку, прямую параллельную данную. Ну, это же... Это известная вещь, но вот, как ни странно, решило не так и много народу. Нет, ну, а просто, наверное, предполагали, что это очевидно. Если такие сложные задачи решает человек, то, естественно, он умеет проводить прямую параллельную данную. А вы требовали, да, вы снижались за это? Нет, ну, мы просили обозначить. Многие было народу, которые решили эту задачу, но сочли очевидным построение прямой параллельной. Нет, мы там, конечно, не придирались. Просто сейчас-то мы разбираем. Ну, да, нет, мы можем разбирать то, как строится прямая параллельная данная через точку. Я думаю, что на канале Маткульт-Привета смысла этого разбирать нет. Хорошо. Да, понятно. Ну, это очень красивая задача, очень красивая, очень хорошая. Кто автор еще раз? Владимир Александрович Краснов. Прекрасно, ему большой привет. Он не здесь, да? Не в аудитории. Так. А? Экзамен принимает. Все, отлично. Так, стираем все и следующее, да, будет какая-то? Сейчас, сейчас, а где устройство для стирания? Я стираю уже. Нет, нет, подождите, у нас есть более ночь. А-а-а, и это, 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 это супер. Так, это значит, как, получать первый раунд, сейчас снова будет капитанская или нет? Конечно, конечно. А, это будет капитанская, потом сложная, потом капитанская, потом сложная. Так, ладно. А, Витя. Давай. Мы изменяем. Вот. В кадре Витя Виктор Войтицкий, исходный из города Симферополь, который перебрался в Москву. Мы с ним там еще познакомились и по электронной площади как-то познакомились, да, вначале переписывались, потом я в Крыму. Взаимодействовали. Да, да, в общем. Вот продолжим сейчас. Ну давай, капитанская задача. Вот, очень часто на Олимпиадах задачи с числом года, да. Вот у нас 2023 год был, и мы еще, я пару задач с этой, с годом предложу. Давай. А, то есть будет две капитанские задачи, да? Нет, нет, вторая. А, вторая тоже. Значит, первая простенькая, но она такая дискретная задачка, по сути дискретная математика. На доске сначала записаны два многочлена. x плюс 1 и x квадрат плюс 1. Мы продолжим писать последовательность многочленов по следующим правилам. На каждом шаге мы можем записать многочлен равный разности предыдущих любых, сумме предыдущих любых или произведению предыдущих любых. Да, 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 задача, вопрос, значит, можно ли написать вот такой многочлен. Ух ты, либо доказать, что невозможно, либо построить, значит, алгоритм. Ух ты, отличная. Да, и ты думаешь, что она простая, да, что я ее прямо сейчас решу? Ух ты, да? Попробуем. То есть это капитанская задача, да? Да. И что, ее кто-то из катана решили? Это на финале мат боев ее не решили. Ее никто не решил, какая же она тогда капитанская? Ну, нет, капитанская задача простая, чтобы ее кто-то решил. Три минуты можно попробовать. Ну, нет, за три-то я точно не решу, сейчас попробуем за какое-то разумное время, да, какие-то идеи накидать. Так, значит, ну да, если нельзя, то это по каким-то понятным причинам должно быть. Если можно, то просто должно быть угадано как. Так, ну хорошо, давай навскидку, что у нас происходит? Что может, вот я первое начну, что может оказаться на третьем шаге? Одно из трех вариантов, да. Значит, а именно x квадрат минус x, x квадрат плюс x плюс 2. Разность не коммутативная, а потом 4. Да, ну это ладно, да, плюс-минус. Плюс-минус x квадрат минус x, x квадрат плюс x плюс 2. Или вот теперь что? x в кубе плюс x квадрат плюс x плюс 1. Так, на следующем шаге я уже могу вычленить x кубе плюс x. Например, вычти отсюда эту, да? Да, но надо постараться повысить на единичку, правильно? Да, степень повысить. Ну нет, степень повысить надо перемножать, но я хочу вычленить что-нибудь разумное. Да. Вот, значит, если я... Так, вот я, ну давай, я вычленив. Я сейчас попытаюсь решать в предположении, что на самом деле ответ да. Если будет видно, что какая-то задница происходит, да? Хорошо. То-то нам будем доказывать, что нет, пытаться, значит, доказать, что нет. То есть, ну я вот, ну да, я прямо сейчас буду выписывать все, что я могу выписать, реально. На самом деле, мы просто выписываем, выписываем, ну и по этим правилам выписываем. Ну да. Что еще мы возьмем, да? Мы возьмем, соответственно, x в кубе, у меня уже есть, x в кубе плюс x есть, да? А с другой стороны, есть x в кубе плюс x квадрат, да? И то, и другое есть. Вот. И, соответственно, так, так, сейчас, значит, x и при этом x квадрат плюс 1 есть, да? То есть, x в кубе минус 1 у меня уже есть. x в кубе минус 1, видишь, появился? Да. Вот. Значит, теперь мне хочется какой-нибудь этот самый, чтобы посокращалось совсем, чтобы я получил какой-то одночлен. Вот мне... А, кстати, друг на друга, друг с себя... Надо вообще первый понять. А можно их друг с себя, самого на себя самого? Самого на себя тоже можно. А, тоже можно? Да. А, подожди. Класс. Можно или нельзя? Ну, вообще, это не нужно в решении. Ну, хорошо. Можно, конечно, и так и так. А, ну, да, просто я сейчас квадрат его возведу и вычитываю. Надо подумать, вообще, степень вот эта важна, то есть, делимость или все-таки не важна? Ну, пока не видно, чтобы это было как-то важно, потому что степень это складывается, они умножаются. Поэтому, как бы, ну, постепенно наращиваешь, наращиваешь, наращиваешь и наращиваешь. То есть, как бы, пока не видно, чтобы это было как-то важно, просто надо научиться, как бы, производить все в большей высокой степени многочлены. Метод индукции. Да, да, да. Ну, нужно, как бы, научиться что-то строить. Но, если бы можно было, тут я бы квадрат возвел, получилось бы 2x уже меня уже, да, 2x. Правда, 2x такая вот штука, а от двойки потом избавляться же придется как-то. Ну, хорошо, смотри, я x кубе минус 1, да, создал на доске. Теперь, значит, что еще можно сделать? Значит, x кубе минус 1, если я там умножу на x плюс 1, получится x в четвертый минус, плюс x в кубе минус x минус 1, да? Да. А x кубе минус x у меня уже где-то было. Нет, x кубе плюс x было. x кубе минус x, только если я имею право ввести в квадрат, тогда у меня будет. Тут чем больше слагаемых, тем плохо, там надо стараться, чтобы было меньше. Да, ну, так я и хотел сказать, что если бы у меня вот была возможность этого завести все-таки в квадрат, тогда я бы вычитанием из этого уже имел 2x, а 2x у меня здесь… Наверное, не будем это разрешать. Не будем, да, разрешать? Ну да, иначе я уже x в четвертый минус 1 получил. Да, это облегчает. Постепенно все это будет вытягиваться. Вот, значит, так, x квадрат минус… А, опять же, квадрат мы не имеем права, да? Так, а я перемножу это на это. x в четвертый плюс x в квадрат минус x в кубе минус x, да? А, вот так. И вот тут точно я вместе вот с суммой вот этим я даю x в четвертый плюс x в квадрат. И вычитая из этого у меня получается x в четвертый минус 1. Вот не тот знак получается. Все время получается не тот знак, да? Да, нам нужно с плюсом, то есть нам нужно, короче говоря, получить x в кубе плюс 1. Вот цель – получить x в квадрат плюс 1. После этого скорее все сработает какая-нибудь там индукция. Ну вот, значит, что мы можем сделать, чтобы получить x в квадрат плюс 1? Ну, а заметим, что для этого надо как-то выписать x квадрат плюс x. То есть нам нужно откуда-то вычленить x квадрат… На каком-то шаге надо умножать, но обязательно ли на первом шаге? x квадрат плюс x. Так, сейчас, значит, а если я, например, вот так… Сейчас, x квадрат плюс x плюс 2… x квадрат плюс x плюс 2… На что еще тут можно… Так, x минус 1… А, x на x минус 1, а это на x плюс 1. Значит, x кубе минус… А, ну это мы уже имеем. Нет, x кубе… А, x… Подожди, x кубе минус x мне надо было, правильно? А плюс почему? Мы все время многочлены с плюсом построим. Нет, это я уже построил. Цель, цель, цель. x квадрат плюс 1. Цель, x квадрат плюс 1, да. Цель, x квадрат плюс 1, да. Так, и что мы делаем? Значит, хорошо. Нет, просто если я вот эту-то умножу… x на x минус 1 на x плюс 1, да? Ну, это с минусом будет. Это x квадрат будет минус x. Вот. А у меня еще есть x квадрат плюс x, кстати. x квадрат плюс x уже есть. Угу. Поэтому, на самом деле, у меня есть и 2x, и 2x квадрат. Ну, допустим. Есть. А тогда у меня есть уже… Значит, у меня есть этот самый, да. Значит, 2x и 2x квадрат, да? Это очень, а тут как-то не очень хорошо. Нет, она иногда помогает. Вот у меня было там, скажем, x квадрат плюс x, я заменяю на… Ну, то есть, x квадрат плюс x квадрат, теперь у меня есть x квадрат минус x квадрат, например. Да? То есть, как бы тут… Двоечка может иногда помочь. Ну, по крайней мере, я получил уже одно члено, вот что важно, да? Ну, хорошо бы получить… Может, зафиксируем первый шаг сначала? Ну, как? Первый шаг все равно. Ну, вот x квадрат минус x пусть будет. Да, x квадрат минус x. Вот что дальше? Да. x квадрат минус x зафиксировали, да. Есть такое дело. Хорошо. Так. Ну, дальше x квадрат минус x есть. Вот он. Тоже есть, да. Отпустим. Вот. Потом у меня что-то с x четвертой что-то у меня было. Так. А что у меня с… Вот если я этот на x квадрат плюс 1 умножу. x квадрат минус x, да? На x квадрат плюс 1. Какая ж няга тут возникнет? Вот четвертая будет степень. А мы пятим третью. А мы еще не… Мы еще не… Нет, на x плюс 1 я уже умного. Вот x квадрат минус x. Это уже сделано. Да. Вот. То есть, x квадрат минус x у меня есть. Здесь появляется x четвертый минус x в кубе плюс x квадрат минус x, да? Вот. А, так уже почти, да. Вот. И чего у меня теперь есть… А я чего хотел? x кубе плюс 1, да? Хотел? Да. А еще у меня есть x кубе плюс x квадрат плюс x плюс 1, да? У меня x кубе плюс x квадрат плюс x плюс 1. Так. Плюс 1 есть у нас. Здесь x четвертый плюс 2x квадрат плюс 1. Ну, это и так… Ну, да. Это я воспроизвел на свет квадрат многочленный x квадрат плюс 1. Почти уже, да. Вот. Так. Так. А, 2x квадрат у меня… А, нет. У меня 2x есть. 2x квадрат у меня пока нет. А, 2x квадрат у меня нет. А, если было 2x квадрат, я бы уже из этого сделал x четвертый плюс 1. 2x квадрат… Так. Так. Есть ли у меня 2x квадрат? Каким-то образом… Может, x плюс 1 будем использовать все-таки еще? Ну, x плюс 1 я могу, конечно, использовать, но я его уже один раз использовал. А зачем? Можно несколько раз одну и ту же использовать. Никто не сказал, что… Два раза нельзя одну и ту же операцию. Ну, да. Нет. Ну, я имею в виду, что дальше будет степень-то расти. Вот. То есть, если я домножу еще раз, то степень вырастет. То есть, ну, вот это на это я уже умножил. Может, x квадрат минус x на x плюс 1? Уже умножил. Вот, x квадрат минус x. Где? x квадрат минус 1. Это уже все выписано. Это все выписано. Все. Тут у нас есть уже. Ну, да. Ну, и последний шаг остался тогда. Да. x квадрат минус x. А! Прибавим x плюс 1. Ну, все. Да. Прибавим к этому первый. У меня x квадрат плюс 1. Так. Теперь надо попробовать доказать, что если x в рты плюс 1 у меня есть, то x в рты плюс 1 у меня тоже есть. Есть все предыдущие степени. Ну, если у меня есть все предыдущие. У меня есть и следующая. Так. Давайте то же самое. Давай попробуем x в рты плюс 1 умножить на x плюс 1. И у меня будет x в рты плюс 1 плюс x в рты. Первый шаг это разность у нас тут делается. Плюс x плюс 1. Первый шаг разности. Да. Это была разность. А вот возьмем тоже. Если я вот так сделаю, я получу x в р плюс 1 плюс x. Это не совсем. А! Да. Но я тогда получу x в рт плюс 1 минус 1. Да. Слушай, а что если мы будем доказывать просто, что у меня есть и плюс 1 и минус 1 всегда? Или это будет неверно? Я не знаю. Минус 1 может и не верно. Это не очевидно. Да. Это не очевидно. Мы уже чувствуем, что наверное да. То есть. Ну хотя. x в рту плюс x то у меня тоже был? Правильно. x в рту плюс x был, а значит x в рту минус 1 у меня тоже был на самом деле. У меня был x в рту минус 1 и x в рту плюс 1 у меня был. Вот. Я же и ту и другую построил. То есть у меня на самом деле можно предполагать индукционно, что у меня есть и плюс 1 и минус 1. Ну допустим. Вот. И тогда как бы вверх это вытягивать да. То есть. Вот у меня есть вот так. Теперь у меня есть вот так. И у меня есть x плюс 1. Значит у меня есть x в р плюс 1 и минус 1. Может быть написать разность там да, умножение и сделать просто. Сейчас. А если я вот так все-таки умножу. Смотри. Вот если я вот так умножу. Что у меня будет? У меня будет x в р плюс 1 плюс x в рт минус x минус 1. Правильно да? Да. Так. Ага. А. Нет. Он будет все равно в конце будет минус 1. А мне нужна в конце плюс 1. А. Сейчас. А. Нет. Ну вот я прибавил теперь первый. У меня x в рт плюс 1 плюс x в рт. А x в рт минус 1 у меня уже есть. Я вычитаю и получаю x в рт плюс 1. Все. Получил. Я своим методом. То есть я. База индукции такая, что начиная с третьего. У меня есть x в рт минус 1 и x в рт плюс 1. Ага. Предположим, что это так. Тогда мы значит вытаскиваем все стороны. То есть тут три шага. То есть оказывается любую степень можно получить. Три шага. Сначала мы должны вычесть n и n минус 1. 1. У тебя более короткое, да, решение? Ну. Это ты берешь x в рт плюс 1 и вычитаешь x в рт минус 1. Да. Пошаговый. Первый шаг, да? Да. Получается x в рт минус x в рт минус 1. Да. Это есть. Второй шаг. Умножение на x плюс 1. Да. Умножаем на x плюс 1. Раскрываем скобочки. x в рт минус x в рт минус 1 минус x в рт минус 1. Да, ну так вроде бы все было верно, просто чуть дольше. Ну да, не на 3 минуты, надо им это не решить. Только эти всякие чемпионы. Ну у нас же чемпионский бой, это же самый-самый лучший. Сложный, перебор свой. Эта задача нормальная, на 15 минут вполне. Хорошо. Ну не на 3, конечно. Так, давай свою сложную, я пока буду стирать. Так, есть этот замечательный праздник. Ну вот тут, кстати, кто интересуется олимпиадами, почему вначале надо думать в сторону попробовать. Потому что если у вас 3 минуты, то точно не может быть, чтобы за 3 минуты предполагалось, что какое-то доказательство будет рождено. Потому что если там есть какое-то препятствие, это скорее всего очень сложное препятствие. Ну вот так вот сходу его не увидишь. Поэтому скорее всего, конечно, надо строить. Так, задачка теперь из, значит, индивидуального тура, главного, значит, нашего. Задача номер 3. Вот такая она очень просто формулируется. Все мы знаем функцию арктангенс. А вот про ее производную, ну первую производную мы знаем, да? Все мы знаем функцию арктангенс. А мы хотим посчитать функцию 2023 производную. Так, по-моему, да. Задача тут такая была. Выразить через функции действительного аргумента. Алексей Владимирович. Да. 2023 производную арктангенса. Выразить, найти ее явное описание. Через элементарные функции. Через элементарные функции, да? Конечно, вот так, да. Вот такая задача. Первая же производная уже это ряд. Я предлагаю, значит, немножко ослабить эту задачку. И сначала решить. Одинная, если я, конечно, могу сейчас, у меня полный склероз. Но, по-моему, вот такая производная. Первая производная, да. В всех университетах учат такую. Можно, кстати, вывести. А через что надо? Через что надо? Производные и обратные функции. Там интересно, если идите. Да, конечно, да. Так, подожди, через что надо нам их выразить? Ну, явное описание через элементарные функции. Без ряда. Без ряда, да? Без всякого. Да, и отряд нах-нах. Как говорится, да? Три поросенка. Них-них, них-них и нах-нах. Знаешь? Правильно. Кстати, это надо было и школьникам объяснить, откуда берется такой ряд. Нет, откуда такой ряд берется красивый все-таки. Я предлагаю сначала решить задачу 2023-производную в нуле найти. Это легче. Потому что ряды связаны с, значит, ряд Тейлора, Маклорена. Да. Вот это же по сути ряд Маклорена. Ну да. А почему такое разложение? Ну, в смысле, почему? Ну, как бы это сказать, ну, просто есть формула там производной обратной функции. Я вот хочу пару слов сказать на этот счет. А, то есть, как бы, не очень понятно. Ты хочешь как-то, абсолютно реально, что это производная арта? Совершенно. Есть формула разность квадратов. Да, конечно. Есть формула разность кубов. Ну да. Замечательный. Да, и так далее. Понятно тут, как это все получается. Мы x умножаем, степень повышается и дальше все монобы степени ниже. Да, конечно. А потом они со знаком минус и уходят. Состоится первая и последняя. Естественно. Правильно? Значит, xr-1 у нас будет как? Ну, это понятно. Ну, это всем известно. А, и как это, значит, здесь у тебя... Просто это очень важная формула. Да. Поскольку вот эта штука, это, по сути, геометрическая прогрессия. Правильно? И мы, в принципе, можем перейти к пределам, записать сначала как к отношениям, это школьный факт известный, а затем перейти к пределам и, при этом, стремятся к бесконечности. А вот эта вот штука, если x от минус 1 до 1, стремится к нулю. Да. Вот какой трюк. То есть мы рассматриваем только x по модулу меньше 1. Ну, и тогда получается известная формула. Да. 1 минус x умнож на бесконечный ряд. Да. Можно в виде ряда записать. Это понятно, да. Это называется ряд Neiman. Очень важная формула. Она и высшей математики очень важна. Я пока пытаюсь понять... То есть тут тогда будет стремление к нулю. Ну, это понятно. 1 делить на 1 минус x. 1 на 1 минус x. Это известно. А вот как ты хочешь... Ну, как бы... Это просто я объясняю, откуда вот это берется. x. А дальше, поскольку здесь x, в принципе, любая вещь. Любая вещь. Значит, мы x меняем на минус x квадрат. Здесь тогда будет плюс x квадрат. Ну, да. То есть в этом известно, что это очевидно. А вот, значит, что надо... Нам надо как-то угадать формулу для 2023. Вот студенты первого курса, подоучат методический анализ, сталкиваются с рядом Тейлор, и они знают, что производные в нуле связаны с разложением по степеням x. Там есть интересная, значит, связочка. Ну, там что-то в четной степени только у нас есть, да? А это еще один факт, да. Да. Функция f от x у нас нечетная, поэтому разложение только в нечетной степени все четные. То есть если мы взяли четную степень, там обязательно было бы 0. Да, но производная от нечетной функции, она типа четная, да? Ну, надо вспомнить... Отчетная, нечетная. Как в формуле Тейлора. То есть у нас любая функция f от x раскладывается в ряд. Да. По степеням x. Ну, в нуле это просто как бы вот при x в 2023 что-то состоит. То какие связи тут с производными функциями в нуле? Ну, вот здесь, значит, здесь это производная, понятно, это n член делить на n в 3. Ну, коэффициент. Я предлагаю сначала все-таки вот это число назвать. Ну, давай, давай, смотри. Значит, арктангенс, то есть нужно вот от этой 22 в нуле, правильно? Да не хочется. Ну, а почему тут ничего сложного? Нет, нет. Ничего сложного. Я предлагаю вспомнить общую тему. Нет, нет. Подожди, ну здесь-то сразу видно. Здесь сгорит все до x степенинга 2022. Вот, значит, x степени 2022, он как входит? Со знаком минус или плюс? Он входит со знаком минус, потому что тут делится на 4. Там делится на 4. Да, да. Значит, он сходит с минусом. Ну, дальше мы, естественно, все знаем, потому что 2022 факториал, да еще со знаком минус. И это то, с чего начнется этот ряд. Поэтому в нуле производная ровно вот такая. Правильно. Правильно. Вот это учит на первых курсах анализа. Я вообще это хотел в общем виде написать. А вот как же? Ну, нет. Ну, n-ая производная, да. В нуле. n-ая от нуля. Чтобы было ребятам понятно. В нуле будет а0, правильно? Первая производная. Что такое? Останется только один. Короче. n факториал умножить на n. Ну, да. А дальше тут все время факториальные вещи возникают. Степени скидываются каждый раз. Да, это понятно. Все, кто смотрит моткульт, это как бы всем очевидно. Так. Теперь вопрос. Все-таки как решить задачу-то? То есть, твою задачу как решить? Это все очевидно и понятно. Это первый подход. Оказывается, есть... Да. Оказывается, есть путь через комплексные числа. Это еще одна будет реклама. Комплексным числом. Мы же смотрите, мы не умеем раскладывать разность степеней. А сумму только для нечетных. А если четные, то тоже умеем, но в комплексной плоскости. Вот какой шаг. Если мы так сделаем, что будет? 1 на x плюс i на x минус i. Это первая производная. Да. То есть, это 1 на x минус i минус 1 на x плюс i. Ну, почти. 1 на 2. Да. Приведение к общему знаменателю. Вот так. Правильно? Ничего не собрал? Да, правильно. Так. Да. Ну, давай продифференцируем. Н раз это делаем. Это же легче гораздо дифференцируется. Это же степень просто. Это степень. Это степень минус 1, да? Напишем минус 1 здесь. 1 на 2 и на x минус i в минус 1, да? Да. Минус x плюс i тоже в минус 1. Да. Да. Штрихуем. Ну, давайте поиграем. Руками вычислим. Отсюда. Вчера я... Первую, вторую. Своему сыну говорю, а ну-ка не психуй. Смотрю, он заулыбался сразу. Думаю, чего он улыбается? Да. Ну, хорошо. Штрихуем. Так. Сейчас мы это все заштрихуем. То есть это у нас первая производная. Так. Вторую поехали. Поехали. Тут главное не ошибиться на самом деле. Значит, минус 1 делить на это в квадрате, да? Видно, что знаки чередуются, да? Да. x минус i квадрате. А может быть писать отрицательные пока степень? Что? Будем отрицательные писать. Будем отрицательные. Все время отрицательные. А, да. Да. Минус. Ну, короче, наоборот. x плюс i минус 2 минус x минус i. Минус 2, да? Да, да. Вот. Это вторая. Это вторая. Это вторая. А третья. Вот эту константу нафиг пока забьем, да? Конечно. Она ничего. Давай вот так писать. 2i. А тут же та же идея. Вот этот факториал должен взяться. 2i, короче, умножаем 2i, чтобы вот это вообще не париться. Вот. Тогда, значит, дальше будет 2. Опять меняем, опять меняется. Опять будет в двойку относиться. То будет минус 3. 2 на x минус i в минус 3, да? Да. Минус x плюс i в минус 3. То есть они меняют, чередуются. Да. Они все время чередуются. И накапливается факториал. Накапливается факториал. Накапливается у нас факториал. То есть 2i делить на… И слева у нас. Слева, да. Да не будем его трогать. 2i на f. Вот мы хотим. 2i на n. Давай. Явном виде. Так, вторая была в минус 2, третья была в минус 3. Значит, тут будет n минус 1 факториал. Умножить на… Теперь как бы вот тут плюс-минус. Ладно, n плюс-минус. Сейчас будем. x плюс i в n минус x минус x минус e в минус n. Да. Вот. Теперь какой там плюс, какой там минус. То есть, ну, нам какая нужна? 2, третья. Мы зафиксировали. Тут у нас плюс. Да. Значит, первая была с минусом. Вторая с плюсом. Подсчетность. 2,023 тоже с минусом. Подсчетность. Мы бренд вычислим. Ну, а нам же 2,023 нужна. Я знаю. Мы хотим общую все-таки. Нет. Ну, плюс-минус тогда просто. Нет. Сначала общую выпишем, а потом… Плюс-минус. Просто нужно поставить минус 1 в нужную степень. В какую? Понятно, в какую. Потому что первая у нас была с минусом. 3x плюс i. Да. Ну, значит, просто минус 1 в n. Значит, минус 1 в n. Вот оно как. На n минус 1 факториал. Да. И это ответ. Ну, а это комплексные пункты. Да, сейчас. А нам надо это обеществить. Нам нужно в какой-то точке или просто… В рост. Просто, да? А, нам нужно теперь… Как это обеществить? А можно, давай спустим вот тут. Это пока мы используем. То есть я хочу написать, что… Выпишем то, что мы получили. 2i f nt равно минус 1 в nt. Да. r минус 1 факториал. Да, да, да. И на x плюс i. Минус n. Минус n. Минус n. Минус x минус n. Минус n. Минус n. Чтобы это обеществить, я предлагаю все-таки тут в виде дробей сейчас записать. Да, да, да. Сейчас увидим. Что в степени положительные были. Сейчас увидим. Сейчас увидим. Сейчас увидим. То есть это получается, значит, если я привожу к знаменателе x квадрат плюс 1 в nt, то у меня остается так, минус 1 x плюс i. Наоборот. 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 Значит, давай тогда так. Давай так. 2i f nt равно минус 1, извиняюсь, все-таки в n минус 1 на n минус 1 факториал. Да. Наоборот. Теперь я вот это вычитаю. Да, да, да. Будет то же самое. x плюс i в nt минус x минус i в nt. Такой замечательный ответ. Это уже часть баллов давалась. Ну, как бы, это ответ, но нам нужно его привести в должный вид. Да. В должный вид. Там i вылезает, и она с этой i, соответственно, взрослой. Да, на самом деле они там сократятся. Она, конечно, сократится, да. Формулу, конечно, можем бином не то, но я не советую. Да. А подсказки? Нет, лучше, ну, тут можно просто разложить, как бы, как раз на северных степеней, скорее всего, и все сработает. Вот. Не знаю. Будут слишком большие, да? Идея была другая все-таки. Воспользоваться тагонатической формой комплектного числа. Да, да. Вот эта формула Муава там очень красивая. Так, значит, это у нас получается... Ну, да, ну, кстати, через бином-то не так уж и сложно будет. Там будут понятны эти все цешки. А там будет некрасивый ответ. Некрасивый ответ, но верный, тем не менее, да? Вот, то есть, ну, давай, давай, я сейчас через бином сделаю, а ты потом через Муавру. Ну, то есть, через бином у нас уходят эти степени все, которые, ну, вот, n-2, n-4, вот они все сгорают в неравном бою с биномом. Как мы там функции, да, сгорали, умирали, вот они здесь в неравном бою. А остается, соответственно, эти, причем они все будут удвоенные. Поэтому это будет 2. Да, конечно. 2 делить на x квадрат плюс 1 в н, вот, и дальше, соответственно, скобка открывается и просто нужно писать там от одного из них. Вот, то есть, c из n по единице, x в n-1. Так, мне что-то перестает нравиться. Кошмар. Весь красный. Вот такой. Что? Давай лучше. Замена. Нет, давай лучше, чтобы он не прыгал. Ладно, не выстрелил. На i. Вот. Вот. Ну да. Минус c из n по 3, x в n-3. Да, да, да. На i. Согласен. Плюс c из n по 5, x в n-5 на i. Мы снижали за такое-то. А что тут такого? Что плохого? Почему снижать-то? Ну, и поделить, и... Ну, все верно же. Почему снижать? Вот. То есть, 2i f в n-той степени равно минус 1 в n-1, n-1 в факториал, и на все вот это двойка уходит и уходит. Все. А почему снижали за это? Ну, это, в принципе, не уменьшение. Это сумма. Все, ответ. Ну, можно более красивой формы получить. Вот какой трюк есть. Ну, давай. Если с помощью Moabra. По крайней мере, это уже явно ответ. Все. Да, да. Есть такая вот... Формула Moabra. Да. На x плюс i. Да. И сначала надо треугодическую форму это делать. Да. Если x плюс i равно ρ на, там, этот самый... Корень из x квадрат плюс 1. А? Корень из x квадрат плюс 1. То есть, давайте это дополним. Ну, да, да, да. Если у нас есть а плюс и b. Если у нас есть а плюс и b. Корень из x квадрат плюс 1 умножить на какую-то там хрень. На косинус там этого. У нас вещественная мимая часть. Да, 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 да. Их делить на... Ну, тут нужно написать арк какой-нибудь там. Арк синус. Вот. Или бы сразу вот так. А мы введем функцию. Тут лучше через арк катангенс. Арк катангенс. На самом деле, тут вот какой нюанс. Значит, ну, надо напомнить, что а плюс и b. Значит, у нас... В любом случае, это ρ на e в степени и φ. Это точно. φ там как-то устроено. И теперь мы пишем, что x плюс i в n равно, соответственно, ρ в n на e в степени и φ. А это, соответственно, x минус и в n равно ρ в n на e в степени минус и φ. Да, конечно. Вот. И когда ты вычтишь, ты... Да, да, да. Вот это φ тут не просто так. Тут φ будет удобнее брать арк катангенс x. Потому что у нас вот эта величина единичка, а тут у нас x. То есть, если посмотреть на этот угол φ, то можно через арк катангенс. Да, можно. Тогда здесь будет минус π на 2, и неудобно, он уже xe отрицательный положительный. А если арк катангенс, тогда для положительных мы находимся. А там внизу, там как раз так минус и будет вот так. Ну, то есть, она будет на визу e в степени там... Пенное, да? Да. Будет... φ. Ну да, только как ты приведешь окончательно к этой форме-то? Нет, это просто φ. А, множе на n. Это φ умнож на n. Да. Да, то есть, φ арк катангенс. А что дальше? А лучше сложим. Ну там синус-коснус, там синус-коснус. Ну да, там будет синус, там n арк катангенсов. Да, то есть... А, ну в принципе это именно. Ну и все. Так можно было доставлять. Да. Так это то, что это предполосалось. Синус и анарк катангенсов, да? Да. Ну расскажи. 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 Что такое критическая форма комплексного шлафа. А я пока... Ты вот рассказывай. Я сейчас... Это так называется синусическая форма комплексного числа. Почему эта форма удобна? Потому что для нее работает теорема Муавра. Если мы возводим в n степень комплексное число, то здесь гораздо проще. Мы просто наш модуль возводим, а аргументы умножаем на n. Вот если мы это честно применим для наших чисел, у нас есть число x плюс i, да? То есть получается здесь корень из x квадрат плюс 1. Здесь будет косинус. Вводим функцию фи от x. Пусть фи от x это арк катангенс x. Да, то есть вот сверху. У нас как раз первая или вторая четверть, поэтому арк катангенс тоже оба множат значения от 0 до пи. Поэтому здесь получается косинус вот этого фи плюс i синус фи. Еще нам надо x минус i. Здесь то же самое, поскольку сумма квадратов здесь x квадрат плюс 1 по-прежнему. Но чем отличается это число от этого? Это зеркальное симметричное число уже из нижней комплексной полуплоскости. А значит здесь можно пользоваться уголком минус фи. Но поскольку косинус функция четная, я могу написать здесь тоже фи. А синус функция не отчетная, потому у синуса минус может быть вынесен. То есть у нас есть вот такие два соотношения, где фи, еще раз, это арк катангенс x. Все законно, x пробегает все действительные числа. Формула Моаура позволяет возвести в n-тую степень левую и правую часть, а это нам и нужно. То есть получится x квадрат плюс 1 в степени n на 2. Здесь будет косинус n-фи плюс i синус n-фи. Возводим x минус i в n-тую степень, получаем n на 2 косинус n-фи минус i синус n-фи. Вычитаем. Если мы это вычитаем, то получается следующее. x плюс i в степени n минус x минус i в степени n. Общий множитель здесь выносится за скобочку. И что мы видим? Если мы вычитаем, косинусы пропадают. Здесь будет i, два минуса дают плюс. Значит мы умножаем на 2i синус n-фи. Вот практически то, что нам надо. То есть вот это выражение, которое здесь получено, надо подставить вот в ту формулу. Но я позволю себе что-то стереть, потому что здесь уже перебор. Значит, действительно, можно разложить, оказывается, вот в такую сумму. Это конечная сумма, но ответ не очень красивый. А если мы хотим красоту, то придется пойти таким путем. У нас получается минус 1 в степени n минус 1. То есть эта часть такая же самая. n минус 1 факториал. А здесь у нас в числителе вот как раз эта разность. То есть мы должны ее здесь записать. n на 2, 2i синус n-фи делим на x квадрат плюс 1 в степени n. Ну понятно, что здесь сокращается. Значит, остается знаменатель x квадрат плюс 1 в степени n на 2. И еще у нас, это у нас было 2i, да? То есть видно, что тут тоже 2i вот сокращается. И значит уже самый финальный, самый финальный красивый ответ. Сейчас я его выпишу. То есть любая nt производная после сокращения на 2i получается минус 1 в степени n минус 1 на n минус 1 факториал. Синус в скобочках n афи арк катангенс. Синус n катангенс. Ну да, да, да. Предполагалось, что так и будет. Да, что-то в этом духе. Делить на x квадрат плюс 1 n пополам. Вполне себе элементарная функция. Подставляем в 2023 и ответ готов, да? В 2023 мы подставим. Так. Ну и как? Сколько решило из двух соток? Ну много, да? Да. Тут очень многие дошли до комплексной формы. Да. Сколько надо вещественное, значит, до, ну не знаю, не более 10% конечно. Ну все равно решение выйдет, да? Да. А гипербола сколько народу выдумало? Или она командная? Нет. Гипербола меньше народу. Меньше решило. Я вот не сомневаюсь, потому что это все-таки понятно, что делать. Да. Это не моя все-таки задача. Это Леонид Ефимович Росовского задача. Я предложил другую немножко производную, но мы решили это. Ага. Нет, это такая, она по крайней мере... Много математики здесь надо сказать. Не олимпиадная. Она задача именно на математическую культуру. То есть ее можно решить вполне... Ну это студенческие олимпиады, а студенты должны быть эрудированы. Да, да, да. То есть это хорошая задача, да? Четкая, понятная. Так что ну все, тогда следующий. Следующий. Третий тур. Еще опять я сейчас буду мучиться с задачами капитанскими, да? Ладно, идем дальше. Да, новые задачи, новый человек, да. Представься. Меня зовут Александр Кириленко, я тренер нашего кружка олимпиадного и магистрант, ну и в прошлом, ну и в настоящем играющий тренер олимпиадник. Играющий тренер олимпиадник, неплохо. Да, да, да. Играющий тренер в футболе бывает иногда, но не очень часто. А тут играющий. Ну а тут по возрасту прохожу просто. Отлично. Давай, давай, рассказывай, давай задачу. Вот, ну по традиции уже начнем с задачи на конкурс капитанов. Стоит заметить, что эта задача была на финале и ее решили. Решили. То есть у вас есть шансы? Есть. Некоторые шансы есть. Есть шансы, да, конечно. Не учитывая. Да и на предыдущих тоже были шансы. Вот. Однако с… Были, но не за три минуты. Ну ладно, давай посмотрим. Ну с листом, конечно… Были, но не за три минуты. Так, ну будем решать, да. Теорема Саватеева. Любой человек за 10 лет тут едет двое. Соответственно, как бы, если я 20 лет решил дать за три минуты, то сейчас за 24. Ну давайте. Ну, поехали. Ну, задача вот такая, несложная. Дан выпуклый многоугольник на плоскости. Любой? Да. Произгольный. Многоугольник. Сколько углов не сказано, да? Да, не сказано. Ну, допустим, у нас К сторон. Да. Именно… Именно сторон. Если мы возьмём Нормале. Нормале. Да. N и T. Да. Вот. И длину их возьмем… длина стороны. АААААА! А Длина этих Нормале, длина стороны. Торчат. Туда вот высоко. Вот. Вот, теперь вопрос. Да Виктора. Вот, предположим, что F и T – это длины соответствующих ребер естественно от 1 до к по всем сторонам чему равна вот эта сумма то есть сумма вот такие того что нарисована да 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 пониже есть возможность такая можно я вангану конечно это конкурс капитана нулю да а теперь доказать а знаешь как я я представил себе правильно в нем 0 а расправим 0 а те же не может зависеть от того правильно неправильно значит так все-таки конкурс капитанов надо зачищаем чутьем обладать и доказательства требуется действительно здесь будет 0 до этой задачи есть несколько доказательств вот кажется даже понял упрощена я понял да рассмотрим это как комплексное число пусть вот это вот какой комплекс что виктора на полости от комплекса числа и умножим его на ней то есть развернем на 90 градусов вместо вот этого произойдет вот это вместо вот этого произойдет вот это и мы получим сумму инвекторов ведущих по кругу так как круг как как бы не круг замкнулась да а значит все нулю да действительно и данная задача обобщается вот я успел решить быстро да да и кстати к вашей чести стоит заметить что именно это доказательство и предложил участник о смотря на то что молодец предложили дополнительное да насколько я помню это было высшей школы экономики участник из высшей школы экономики на финале он вырвал победу в конкурсе капитана у нас есть многомерный случай там в пространстве решается немного по-другому проекциями на плоскости то есть если взять длины пропорционной плоскости на к крайней площади да и площади очень много границ пространстве но там все-таки немного другой аппарат я демонстрировал чистый да 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 замечательно кстати сегодня утром как раз мы со светлой говорили она рассказывал про ветра роза ветров она готова с географией я говорю при приди и скажи ветер это вектор на плоскости у которого есть направление длина и все сразу станет понятно ну а если меня он спросит как складывать вектора например в шестом классе что я буду говорить йогурт может не знать сам вдруг не знает не где я лучше буду рассказать так хорошо поехали давай смотрел ваш видеоролик с задачами из экзамена под вступительного в математический класс и я был удивлен уровню задач однако если уж спросит географ что такое ветер это вектор да а вот теперь задача до задача теперь командного тура финала самые 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 вкусные да понимаю точно не решил поэтому буду просто просить подсказку за подсказкой ну давай я придумал давай давай так так интереснее задача найти все аналитические решения ну давайте я буду вас обозначать так x равная x от t из r в r следующего некоторого как бы дифференциального уравнения до x точкой равняется предел я все обозначения поясню такая вот задача возможно ее следует переписать более как-то по-простому да нет в принципе все понятно x точкой равняется и условия понятности x от x то есть нужно найти такие функции x от t для которых во первых существует предел вот этом смысле цену до то есть если он аналитический причем потому что слева аналитических фондов и при этом выполнен нравится да и нужно играл собственно все решение вот первый шаг наверно угадывается первый шаг на вот что надо как бы сделать вот есть любимый такой класс на неподвижной точке вот этой вот фигни то есть вот какие x x от x равно x просто и если мы такую найдем и еще и что их от нее равна но и стихот не я это экспонент а экспонент они готовились этому свойства не просто а если через два шага они через то тогда будет мигать туда-сюда туда-сюда неприятно да то есть конечные здесь искать нет смысл а ну давайте сначала в одну сторону предположим что x да как раз таки решение да правило что их старая да пусть x решена да да пусть x это решение да пусть x решение вот нас дано она удовлетворяет вот этому вот уравнение да 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 еще одно производное взять не слишком плохо тут сложная функция тут она начнет вываливаться и вываливаться и вываливаться это вообще вы правы действительно стоит подобное действие сделать а если я вот так вот икс о икс с точки до композицию композицию слева справа возьмем да она будет выполнять да да икс на икс точкой да а здесь то должно быть равно икс точкой а здесь то все еще ну здесь то мы можем получается берем композицию и так как икс аналитично назначено непрерывно мы можем поменять предел с иксом минус дело потому что пределы такого рода они очевидно что ведут себя правильно ну хорошо допустим так допустим ведут да тогда и как бы в норме должны получить вот такое соотношение да то есть если и f композиция но я вещь икс не люблю люблю и отдавать и от икс а должна быть дождественно равная функция f взятая ее производный до оказывается равный ее производный действительно да а теперь надо догадаться на нет 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 а вы подумайте вот вы хотели что-то сделать а давай а теперь и обстрел их от икс умножить на f2 штрих да от икс равно f2 штрих а теперь что смотрите давайте перенесем налево вытащим за скобки то что вот осталось давайте тоже буду в терминах и штрих и штрих от f3 от икс минус 1 умножить на f2 штриха икс равняется нулю вот и теперь как бы 22 равенство ну да и в любой точке в любой точке либо так либо так да то есть конечно логичнее предположить что просто одна из них тождественный ноль было бы логично но стоит и второй случае тоже рассмотреть и тогда там есть все таки и начинка и да но 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 как бы скажем так хрен знает как в общем случае но точно что подойдут оба варианта когда вот так и когда f штрих на f3 композиционном смысле тождественная единица все верно подойдут но не очевидно что это все потому что может быть какой-нибудь сплайн такой что вот в каждой точке то это то и это равна нулю такая какая-то очень неприятная дрянь которая целыми интервалами вот так себя ведет потом так себя ведет а там нужно нужно аналитичность применять вот так давай аналитически требовалось да да аналитически они складываются в ряд и обычно у них нет таких приколов и тогда у нас либо так либо так будет хорошо то есть у меня конечно виды виды у меня получается а плюс б икс у меня было исходное то есть либо у меня константа а либо функция производная который сейчас мы опять ты пришли ну я чтобы x как бы а ну ладно и то есть смотри но по крайней мере вот такого виду мы можем рассмотреть функции линейные просто конечно значит это решение уравнение вошли то есть у меня получается что у меня но у линейный как бы что у меня теперь теперь нужно что написать теперь перейти к исходному да что производная так сейчас 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 то есть линейная функция да она просто исходное подставим что происходит может быть твоя равна пределу а плюс б на плюс б на плюс б и так далее x может сразу бы найдем вот отсюда она попроще кажется украшение более простой то что они же значит а плюс б а плюс б умножить на x штрих ну давайте просто а выразим b минус b квадрат это у нас а да да может быть может быть а пока ну да мне b равно 1 и а равно 0 нам не подходит у нас получается x да x композиция x это остается x сумм да ну тут надо тут надо все-таки на а посмотреть да ну давайте я чуть-чуть б минус б квадрат плюс б x да вот такого вида функции надо попытаться рассмотреть и найти b и найти бы да 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 но давайте пока мы далеко не ушли я комментарий сделаю относительно второй части там где у нас f штрих композиция штрих равнялся одному что разрешите вот вот эту вот часть да да как как она рассматривается посмотрите предположим ну давайте я обозначу y композиция y ну я просто обозначу штрих даже без на равно одному то есть y принимает значение 1 на своем образе да правильно а теперь предположим что у нас ну нам хочется будто бы что игре трава константа правда ну хочется вот предположим что у нас есть две точек единичная да при том что у нас есть две точки где-то не равно 1 не равна одному правильно значит она на всем интервале равна не равна одному получается образ у нас получится интервалом и аналитичность гарантирует единственность тогда f штрих от x тождественно равна 1 а значит f от x равна x плюс b но этот случай вложен вложен да сейчас подожди только еще раз где ты вытянул уже отрезок целый а вот предположим что пусть существует . ты со звездочкой такая что y кт со звездочкой не равна одному тогда вокруг на целом интервале и во всех точках этого интервала то есть от всех значений да да она не будет равна ну константе а тоже никто не будет равно чем как бы она будет на целом не только не равна одному она как бы целый диапазон значений применила и принимает да и значит сама y на целом диапазоне значений равно да это у нас но образ 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 получается обе вручает интервал да ну давайте вернемся вот сюда кажется понятно вот сюда вот вернемся да значит у меня уже выписан там некоторые ответ может он просто подходит в минус b квадрат плюс bx вот функция должна иметь такой вид должна да и теперь вопрос бы я любое или тут какое-то дополнительное ограничение ну уже придумали единицы контрпример да иначе не любое да вот значит ну давай посмотрим а вообще когда существует предел в каком смысле вот в каком смысле предел вот этой фиге ну да смотри все таки в минус b квадрат да прибавить b умножить на b минус b квадрат плюс bx да вот так да если мы напишем но композиция получается ну да да b минус b в кубе плюс b квадрат x понимаешь да b минус b в кубе плюс b квадрат x да конечно да значит и дальше будет вот так 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 Значит, и дальше будет вот так. И если b меньше единицы, это все нафиг сгорит. По модулю меньше единицы. А если больше единицы? Ну, уже не будет предела. Не будет предела, правильно. Совершенно верно. То есть, действительно, условие b по модулю меньше 1. Любая такая функция при дополнительном условии будет меньше единицы. Такова задачка. Да. Такова задачка. Да. А могло бы казаться, что только константы равны нулю, да? А, ноль тоже подходит. Ноль подходит, но не только ноль. Ноль-то подходит, да. Но не только ноль, да. Но не только ноль. Ну, так как это был финал командного тура. Да, все-таки поточный, все верно. Так как это был финал командного тура, поэтому там одна команда решала. Команда наблюдателя не предоставила решения. Команда из ПБГУ защищалась. МГУ оппонировала. Но они нашли, да, эту формулу? Высшая школа экономики, да, была наблюдателями. Из ПБГУ нашли формулу, однако они... Ну, да, я понимаю, они сразу стали линейкой, чтобы... Чуть-чуть не... Нет, нет. Нет, они так же, да? Они вот через точки рассматривали отрезочки. Но там было довольно сложное доказательство. Вот это доказательство очень быстрое решение. ДАМ было, конечно, не совсем строгое. Но вообще строго доказывает, что только это семейство заоколебдешься, потому что там вот это вот все с аналитичностью. Но в целом, да, то есть любопытный факт, что такие есть целое семейство таких функций. Пусть поточечные, но все-таки она очевидным образом действительно сходится на всей прямой, неравномерно сходится к своей производной. Да, на самом деле, вот этот вот оператор, который справа стоит, вот этот вот оператор, взятие композиционного предела на определенном множестве, на определенном семействе функций, он равняется, сходится либо к константе, либо к тождественной функции. Если мы хотим, чтобы этот предел остался аналитическим условным. Вот это надо все-таки... То есть есть теорема такая? Что для очень широкого класса это так? Это не очень широкого класса, это я сидел, размышлял, там через разложение в ряд тейлора интересно получается производный. Вот, но там класс нужно определенным образом выписывать, там не все так просто. Да. А так, да, такова задача. Да, отлично, ну в общем кто-то решил. Кто-то решил, да. Кто-то решил и даже сдал, да, и выиграл за счет этого, или не выиграл. СПППУ выиграли, да, причем с суровым отрывом от команды МГУ. Это не Чебышевская? Нет, это не Чебышевская, да, в оборудовании. Чебышевская, это факультет математики и компьютерных наук, это была их команда. А-а-а. То есть это был тот самый этот... Ну оттуда. Да, ну что же, круто. Все, да, все разобрали. А у нас можно ли формулировочки на правах рекламы, те задачи, которые мы сегодня не разбираем? Да, да, да. Конечно можно. У нас была одна зубодробительнейшая задача на индиторальном туре, которую не решил никто. Это задача номер пять. Ну это такая, если честно, это антиреклама. Нет, нет, нет. Потому что задача должна быть решаемой. Попытки решения были, и люди получили баллы, однако полное решение не предоставил никто. Вот ее и остальные задачки мы хотим показать у себя, но давайте лучше вставим условия на монтаже, тут будет условия задачи. А, ну все, вы на вашем канале, на вашем. Да. Ссылочку я дам внутри. Она довольно большая, потому что на индиторальном туре можно было подумать, посидеть. Хорошо, тогда здесь появятся условия, да? А где-то здесь вот можно... Появятся условия, ладно, я даже не буду пытаться решать. Или вместо нас, да. Ага. Но все-таки на индивидуальном туре много времени давалось. Ага. Было бы просто зверсть там, вот нацелить объективы. А ну вот сколько времени давали? Сколько на индивидуальном было времени? Ой, четыре часа. Четыре часа, да? Четыре часа на пять задач, ну, всталый. Стандартно. Да. АМС, международная олимпиада. Все отлично. Ну что, вот, друзья, а когда следующее будет? Нужно же рассказать, когда следующее. Через год. Через год, да? В каком месяце? В конце ноября. В конце ноября. Когда следите, где регистрироваться вот еще? Значит, следите, да. За соцсетями РУДН. Подписывайтесь на наши каналы и поступайте... Ну, ссылку я, тем не менее, не дам. Да. И поступайте на физтех. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Прекодите одному на физтеху. Я дам ссылку, да. От физтеху никого не было, к сожалению. Вот, кстати, физтех не пришел. Кстати, да. Вот, чего я точно говорю. Физтех, приходите и побеждайте всех. Как это? Михмат ставит мат, а физтех бьет всех. А физтех не пришел. А по БГУ выигрывает командное соревнование. То есть по БГУ это да. Да, там чебышовка, конечно, чебышовка, но хорошо, в общем, вот так, друзья, разбирайтесь в математике, да, умнейте, и всем Маткуль пока!